Всем привет, друзья! С вами Антон Павлинов и проект Фудхакер. В честь того, что ролик, где я играл в панну с болельщиками на чемпионате мира, набрал целый 1 миллион просмотров, сегодня будем изучать самые эффективные финты из того видео. Я выбрал для вас топ-5 лучших приемов для того, чтобы пробросить мяч между ног сопернику, которые будут отличаться по уровню сложности. Дима, здорово! Смотрел последний матч Барусья Бавария? Блин, я не знал. Ну ты даешь, Дим. Тогда у меня для тебя есть отличный лайфхак. Есть бот в Телеграме, который самостоятельно рассылает расписание всех предстоящих матчей. Я сам пользуюсь им, и он помогает мне не пропустить ни один матч. А как мне найти его? Ну как, как, Дим? Ссылка в описании. Поехали! Первый финт я просто обожаю за его эффективность и простоту. Исходное положение. Стоим лицом к сопернику, мяч держим подошвой рабочей ноги. Далее откатываем его вправо, если ты правша, как и я, конечно. И тормозим внутренней стороной стопы. После чего делаем быстрый и широкий шаг в обход сопернику, наклонив корпус вперед, всем своим видом показывая, что мы будем убегать от него. Это заставит оппонента сделать шаг в сторону и раскрыться. В момент завершения этого шага опорной ногой мы подпрыгиваем к мячу, чтобы ударить его ровно между ног сопернику. И вуаля, оформляем себе победу. А перед тем, как мы перейдем ко второму приему, поставь, пожалуйста, лайк под этим видео. Это будет большой благодарностью для меня. И обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать самые годные видео о футбольных трюках. Сделал? Красавчик! Продолжаем. Второй финк. Его мы делаем тогда, когда стоим плечом к сопернику и прикрываем мяч корпусом. Для того, чтобы раскачать противника, катаем мяч вперед-назад подошвой, при этом немного подпрыгивая на опорной ноге. В определенный момент мы должны откатить мяч вперед дальше обычного и сделать небольшую паузу, чтобы создалось впечатление, что мы потеряли мяч. После чего соперник подтянется за мячом и раскроется. Но, учитывая, что этого мы и добивались, подпрыгиваем к мячу раньше его. Далее откатываем мяч назад и из-за опорной ноги внутренней стороной стопы отправляем мяч ему ровно между ног. Третий финк. Посложнее, но он вам легко покорится, если вы смотрели мои прошлые туториалы и уже умеете АТВ и эластика. Собственно, из этих двух элементов и состоит данный прием. Поэтому выглядит он очень красиво. Исходное положение. Мяч находится перед нами и контролируется подошвой. Здесь важно соблюдать дистанцию от соперника. У нас должен быть запас в свободном пространстве. Стандартный прием. Поднимаем мяч в воздух и делаем АТВ-аут. Важно, АТВ именно во внешнюю сторону, а не во внутреннюю. В завершении оборота мы мягко пинаем мяч в сторону, таким образом, чтобы он без отскока откатился и заманил к себе ногу соперника. Дальше нам необходимо дождаться, когда противник потянется за мячом и откроется. После чего нам всего лишь остается ударить мяч внутренней стороной стопы ровно ему между ног. Четвертый прием. По идее, самый пресный, но и очень эффективный. Там нет лишних движений. Вся суть вашей реакции. Пятый финт в нашем топе занимает один из моих любимейших финтов – V-Move. Выглядит очень классно и работает как часы. На четвертый и пятый финт я уже делал очень подробные туториалы на своем канале. Поэтому второй раз рассказывать о них не вижу смысла. Просто оставлю ссылки на них в описании и в подсказках. А чтобы увидеть больше крутых кадров, где я играю в пану, можете подписаться на мой инстаграм. Там я стараюсь чаще делиться с вами кадрами со своих тренировок и игр. И иногда проводить конкурсы. Все ссылки в описании. И на этом все. Спасибо за просмотр, друзья. Если понравились финты, то обязательно поставьте лайки и поделитесь видео с друзьями. Учитывая, как сильно вам зашло видео, где я играю в пану с болельщиками, напишите в комментариях, с кем еще было бы здорово мне поиграть и сделать ролик такого же формата. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы развиваться вместе с нами. До скорого!